Приветствую вас, давайте разберем вопрос, которых вы задаете, и постараемся на него ответить на вопрос, на ваши. Итак, прошу перевести мужской язык, пишите вы. Ну, здесь сразу очевидно, что вы пытаетесь подобрать ключик к мужчине, считаете, что мужчина говорит на каком-то своем языке особым, вот, но на самом деле это, конечно, не лишено смысла, но в данном случае не нужно преувеличивать, а вы преувеличиваете. Потому что никакой особой шифровки мужской язык не имеет, даже такого понятия, как мужской язык, женский язык нет. Вот, но здесь достаточно четко чувствуется, что вы боитесь мужчину потерять, что он вам нужен, что он вам чересчур нужен. Вот, это первое. Дальше. Вы пишите, значит, на вопрос, как у тебя дела, ответ, я старый и больной, кому нужно. Ну, смотрите. Для того, чтобы понять, что значит, что значит, то, что он ответил, вам достаточно просто спросить себя, какая ваша первая реакция в ответ на это. Вот, то есть, чего вам хочется? Хочется ли вам, к примеру, Пожалеть его? Хочется ли вам, к примеру, Доказать ему, что Он не прав. Что он там, что он не старый, не больной. Хочется ли вам Больше Больше Проявить внимание К человеку. И так далее. То есть, вот, то, что вы чувствуете в ответ на это, В качестве реакции на это. И есть то, что мужчина пытается, чего мужчина пытается добиться. Вне зависимости от того, специально осознанно ли человек говорит эти слова или нет. Да, конечно, чисто внешне может показаться, что человек манипулирует вами, пытается вас к себе привязать, пытается как-то вызвать у вас симпатию и так далее. Мне может даже показаться, что человек, там, таким образом проявляет чувства, что он боится чувств, что он как-то вот, ну, не может напрямую, да, сказать, что вот, допустим, вы нравитесь ему и, соответственно, он хотел бы, там, не знаю, с вами общаться более близко, плотно и так далее. Да, можно, все это можно было бы сказать, но, достаточно, достаточно велика невероятность того, что он их правда так считает. Вот. Это может быть, конечно, вследствие его проблем, вне всякого сомнения. Но, тем не менее, он может действительно на самом деле так считать. Не важно почему, почему. Вот. Другое дело, что выстраивать отношения с таким мужчиной, с таким типом мужчин, которые таким образом пытаются себя ведут, да, ну, не самая лучшая история, потому что мужчина выставляет себя, получается, в свете таком жертвенном, да, в свете таком вот, что я несчастный, что никому не нужен, что я больной и так далее. Вот. И, мягко говоря, эта позиция вызывает, ну, вопросы, да, какое мнение о себе человек и, соответственно, что вообще он может, допустим, предложить, ну, вал, что он может предложить вам. В качестве партнера. И будете ли вы с ним, вообще говоря, счастливы, в качестве партнера. Вот. То есть это, ну, очень важный момент, так как, если вы хотите строить отношения с человеком, вот, то, ну, важно было бы, неплохо было бы знать вам, на что рассчитывать, на что ожидать. Вот, грубо говоря, мужчины, да, вот. А главная позиция, по сути, как бы свидетельствует о том, что человек пытается, вот, ну, набить себе цену. Вот. Это далеко не лучший расклад для вас, например, как для женщин. Вот. Ну, в принципе, наверное, наверное, на этом можно было бы закончить мой ответ, потому что, ну, вы достаточно мало предоставили информации, вот. Я могу только гадать, как и все мы можем только гадать о том, что из себя представляют, ну, ваши отношения, да. Почему вы пытаетесь, грубо говоря, как-то вот, ну, к человеку найти подход, да, то есть пытаетесь его понять, считать то, что есть там какой-то, не знаю, мужской язык и прочее, прочее. То есть это, вот, на мой взгляд, свидетельствует о не совсем здоровых отношениях между вами, вот. И о том, что у вас, именно у вас, к сожалению, есть вот некоторые, ну, некоторые есть проблемы, есть некоторые трудности, некоторые есть, может быть, конфликты, да, противоречия, вот. И так далее. То есть, такая вот история. То есть, если есть ощущение, да, что вы себя, вот, ну, неестественно ведёте, неестественно, что вы не расхраблены, что вы не являетесь собой, собой в этой ситуации. Это очень важно. Вот, такой ответ, я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго и удачи. А. АМАК